Продолжение следует... Что сейчас происходит там, нам расскажет Анастасия Дьяконова. Ну а мы переместились поближе к воде, здесь прохладнее. И само мероприятие сейчас переместилось ближе к Латвийской национальной опере. Главный отрезок бастионной горки, канал перекрыт, вокруг сидят зрители. А я пригласила сюда управляющего Рижским свободным портом Ансиса Зелтенша. Добрый день. Скажите, посмотрели ли вы уже всех участников сегодняшнего? Добрый день. Да, я был на открытии. Люди очень красиво нарядились. Я бы сказал, наверное, это нельзя сделать за одну ночь. То есть все готовились. И, как говорится, реально красиво. Ну что ж, мероприятие проходит каждый год. 30 предприятий представляют свои команды. Есть ли у вас свой фаворит? Ну мне, наверное, нет вариантов. У нас есть своя команда. Так что я должен болеть за нее. Ну, конечно, сказать, что мне не нравятся другие команды, я тоже не могу. То есть, как говорится, по соревнованию, как пойдет, это другой вопрос. А вот визуальный вид, ну, очень красиво. Легко ли оценить участников? Как вам кажется? Я думаю, что это будет очень сложно. То, что кто будет первый, это просто. А кто аттрактивнее, вот это будет сложно. Потому что я, как бы, не все предыдущие матчи, конечно, видел. Но в этом году реально красиво. Ну, я думаю, что в свободный Рижский порт, конечно, заходят и корабли побольше. У вашей команды какое-то преимущество есть? Может, у вас какое-то плавательное средство посильнее и побыстрее? Ну, нет, все будет честно. То есть, победит лучший. Может быть, не сильнейший, но лучший. Хорошо, спасибо. Регата продолжается. Участники начинают возвращаться к Гастионной горке. Так что, если вы еще не успели посмотреть на них, то обязательно приходите сюда. Да, ну, ну, подкомандацию, чтобы ирпинишать. Вейт, а не салива, а не салива, а не салива.